сейчас мы увидим где сейчас я подожди какую-то тут убрать надо что-то туманно у вас так туманно сейчас попробую свет выключить да посмотрите у меня глазок меня-то хорошо видно да хорошо вот а вы в тумане так совершенно в тумане так не лучше так маленько получше но еще не так ну 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 ладно вот так ну хоть видно глаза где а то не видно но я слушаю вас пожалуйста здравствуйте такой вопрос хотел я встретил такое высказывание как дети воспитывали во христе это обвиняющая идея россии да вот а как аллен сейчас в этом меня вы считали да так вот слышно сейчас что-то у вас нет движения никакого застряла по крайней мере слышно но и что этот лозунг подходит у меня всегда был в голове я понимал что только дети воспитывали во христе только христос может обвинять русский народ что при крещении руси и при формировании руси именно это не объединило до создала русь великую и что сейчас после такого гонения на русь да вот когда из нас убивали все духовное когда сейчас нет никакого у нас объединяющего так вот я встречаюсь со многими людьми многим людям во многих ситуациях в разных группах населения допустим вот был в тюрьме задавал вопросы в тюрьме на воле в школе в институтах вопрос смысл жизни и люди отвечают о смысле жизни что это машина квартира дача очень немного многое количество это что рождение детей дети как смысл жизни когда задаешь вопрос когда вы этого всего достигли а что далее и люди вступают в ступор такой не знаю что ответить то есть какой-то вот объединяющий идеи я вот сейчас не встречал у нас на руси вот общаюсь с людьми всегда было близко что дети воскрески как объединяющие россии я услышал сразу меня загорелось как это можно воплотить жизнь и почему заинтересовало что дети потому что работая со взрослыми свое время я работал со взрослыми людьми как атаман северской казачьей сотни пытался привести к богу взрослых людей которые пошли в казачество и понял что потом занимались и сейчас занимаемся коррением бездомных то есть мы их можем только накормить а привести к чему-то это бесполезно у нас даже запрет стоит на то чтобы в начальном этапе с ними разговаривать собой а вот дети вот дети я понимаю что детей как раз и можно вложить что дети это будущее и что это та среда которая восприимчива к добру богу да вот когда этот вопрос то возник не здесь я там может быть читали это разные конгрессы где мне приходится бывать и говорят нет объединяющей идеи я на практике какие бы идеи то выдвигали они не воплощаются почему бы их просто так отбросили вы должны были показать их порочность и перед людьми принести покаяние которых увлекли в ложную сторону дети это означает что не будет разводов а эта трагедия в семье не будет незаконных детей рожденных это хорошие будут священники не взяточники депутаты не будет коррупции хорошие следователи судьи то есть назови все где участвует новый житель у него везде будет все по-другому муж пошел командировку не боится что жена его пойдет на танк площадку да это дети это новая россия воспитанного христе почему у нас в лагере лозунг висит россия должна встать это я все сам нарабатывал а дети скандируют россия должна встать у нас там снимки есть а второй вот россия это мы там такое пигаленок почему здесь закладаешь все во христе мне нравится выражение путин говорит на единая россия это когда все вместе я думаю он не договаривает или не пишут когда все вместе единая россия в этом наша сила когда во христе а когда не во христе это взрывы в волгограде взрывы в метро и все остальное во христе тогда мы не делаем начиненной бомбой тогда у нас слова не будут с ядом не будет подглядывания здесь все а раз ребенок во христе сразу настроена родители а кто будет воспитывать а ты то есть ты должен сейчас переделать себя как было у советских там отнимали детей так сегодня отнимать родителей мысленно хотя бы ты не воспитываешь растет мститель отомстить тебе пусть она девушка она не будет девушкой до замужества я опять ссылаюсь на опыту других народов на сегде вот это действительно единственная идея которая может переломить вот эту уже совершенно невосполнимая утрату которые мы сделали с этими по общим подсчетам за 20 лет перестройки было сделано 120 миллионов абортов это государство а почему а эти женщины не были воспитаны во христе а христос дает жизнь вот иоанну златоусту говорили так вот ваши люди верующие вы говорите против пьянства а посмотри в окно вот там кабак они твои люди то пошли туда я знаю таких людей которые верующие поступают хуже неверующего иоанн златоуст отвечает никак сегодня да ну да брось я не говорю я говорю да я тоже знаю если есть верующие которые поступают недостойно но чтобы я верующие поступали как должно и лучше это сказать не могу а почему ответ ответ очень простой у верующих причины почему он может быть добрым записывайте допишу первое святая библия угрожает наказанием грешникам отойдите от меня проклятый в огонь вечер матфея 25 глава на это иоанн златоуст говорит знаю многие пренебрегли бы царством небесным если были бы свободны от наказания то есть не было угрозы что бат попадешь в огонь а рай обещание обещание я обойдусь без рая второе обещание награды второе что побуждает меня быть добрым я жертвую последнее потому что это во христе ко мне все вернется когда придет время и третье такое трудно слов спомоществующие то есть помогающие благодать божия это церковное таинство это благословение священников это мои молитвы когда я обращаюсь богу и он говорит если у верующего есть такие сильные придерживающие от преступления факторы а у неверующего ничего нет еще ради он будет добрый то вот и весь ответ у нас три причины быть добрым у неверующего ни одной ну даже да вот когда вот задумаешь даже бес начинает крутить там допустим облуде греха да вот задумай а почему бы не совершить блуд и думаешь а господь говорил в чем застанут том и судить будут выйдешь после этого года на улицу упадет кирпич нагло умрешь и в этом будет судить уже не успеешь от молиться и вот даже вот это вот я думаю сдерживает верующего понимаешь что значит и уже жену не обманешь значит жена тебя не обманет думает об этом так свет маленько дайте опять как-то вы очень затемненная так что-то там немножко так я работал на корабле когда беседу с моряками я говорю скажите какая у вас честь жизнь а то вы начали чего разговаривать а вот это вот там закончить там какой-то след оставить я говорю но эта цель должна быть достигнута в любом случае иначе ты напрасно жил если ты не достигна с этим соглашаются у меня есть цель которая должна быть достигнута вам хорошо слышно что-то 590 вот так поближе или как-то вот я говорю давайте так скажите вы давно работаете задом на услышали авария бывает на морских путях да вот мы сейчас стоим я на вахте волна достигает рубки эта высота примерно трехэтажного дома ну может так в это время пошел волна поднялась когда я не ждал меня смыло за борт ну конечно мне двадцать четвертый год идет у меня стоит цель на меня сбросила и корабль удаляется я вижу топовые огни только и больше ничего нету я теперь на воде продержусь об одежде вода холодная но не больше 15 минут цель моя будет достигнута или нет а как она будет достигнута когда ты так вот том то и дело цель должна быть такая которая в любой момент вот я иду по улице упал кирпич на голову я где-то нахожусь выстрелы попал по чужие выстрелы то я погиб но цель моя должна быть достигнута иначе я напрасно жил да какая такая цель ну цель прямо выгодится нет другой цели я прочитал в отверженных виктор и гюго как спасти не жизнь свою но душу душу спасти а сюда входит все и хрещение покаяние таинство церковь то есть я все время он должен быть готов то есть на земле я должен у бога подобиться быть со христом вот тогда цель достигается когда воспитание получаю во христе я и ребенок мой а иначе цель не будет достигнута при любом несчастном случае вот шел автобус прокинулся получился взрыв люди стояли ничего не думали купленный билет заходил и в это время рванула и вот столько людей а цель моя достигнут потому что я во христе ангел принял душу а меня земля это она удалилась и я ее не вижу на земной шар говорят земной шар и к слову сказать в третьей книге ездра так упоминается и держала власть на земном шаре земном шаре это за долго до рождества христово вы встречали такое библии сожалению еще нет не встречали вот я сейчас коротко вам даже покажу давайте пока говорите что нибудь я сейчас найду так какой вопрос у вас игорь технич а вот все таки понять вот чтобы прийти к тому чтобы дети были воспитаны во христе это можно сделать только в семье или это можно с помощью допустим какой-то программу от нас в фонде существует программа дорога к дом уроки доброты и целомудрия запишите себе 3 книга ездра 11 32 3 ездры в полной библии 11 глава 300 россии это голова то есть правительство устрашила всю землю и владычество над обитателями земли с великим угнетением и удерживая власть на земном шаре более всех крыльев которые были вот и все 3 ездра 11 32 какая земля вот такая она и земля пожалуйста да ну как такое сейчас сейчас да пожалуйста а теперь запишите книга пророка исаи исаи 40 22 сороковая глава 22 сих исаи он есть тот который восседает над кругом земли и живущий на ней как саранча перед ним на кругом земли на сверху посмотрите какая луна круг обыкновенное блюдо ну вот говорят земля на слонах да это индийская мифология у нас совсем другое написано вот пожалуйста говорите вот и ватик значит возможно ли вот это достичь воспитание ребенка во христе только в семье или это возможно достичь с помощью разработанных обучающих программ где-то в детских учреждениях если бы там были верующие глубоко верующие можно стичь и там потому что вот у меня бывают дети из такой маловерующей неверующей семьи он побыл в лагере мы сохраняем знакомство на долгие годы вот только у меня вчера днем приезжал юноша он уже вырос приезжал чтобы приобрести книгу специально у него уже несколько томов есть и он там на и в этих книгах и ну я сказал мы вас знаем не опасаемся у нас 26 будет день общины в первое воскресенье после крещения и вам разрешается прийти вместе с родителями так что ты максимами виду да я уже сказал родители наверное придут это люди которые не нашего круга совершенно из-за того что ребенок у нас был но как опять же родители относятся у меня все дети и взрослая должно быть в поясе это понятно хоть хоть какой-то должен быть поясок что пояс должен быть 108 мест библии а без пояса только одно пояс вот я стою перед вами видно или не видно вот подожди к вот хотя вы можете перевязано немножко разности никакой нет там ремень рубашка на выпуск русская форма так это имеет спасение отношения все имеет это только человек думает что не имеет как ты встаешь как ложишься как ходишь на двор возьми с собой лопатку и зарой потому что с тобой ходит господь зачем это было указано библию указывает как нам на двор туалет сходить и причина да не потому что это скверно зараза потому что среди вас ходит господь я все должен делать во имя господа рядом господь а тайны человек который не понимает но он так мудрит это еще человек не не знает я им еще скажу на это пожалуйста вот так говорится об этом мы считаем второзаконие 23 13 23 13 кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка и когда будешь садиться вне сана выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое а причина то какая ибо господь бог твой ходит среди стана твоего чтобы избавлять тебя и передавать врагов твоих в руки твои а посему стан твой должен быть свят чтобы он бог не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя что-то вякает тут вот так так никогда не считайте мелочь чем более мелочь просто выполнять еще особенно в этом нету сказал бы что-то трудное так нет конечно вот сталкивался не раз такое высказывание православность православие это образ жизни и что православие не учит как другие религии как жить а православие учит как умирать это получается что люди просто не знакомы так же как и я с библией да полностью да они не понимают что говорят как ты можешь правильно умирать когда неправильно жил уже самой основе ложь ты просто сразу в ад пойдешь ты должен контролировать каждый свой шаг каждый час каждую минуту как жил но смерть пожинает то что посеял жизни библии говорится как ты можешь пожать то что ты не сеял а когда сеял при жизни а смерть смерть это результат апостол павел говорит так послание к филиппистам для меня жизнь христос а смерть приобретение у людей смерть это потеря всего на приобретение ну почему хлеб свой год пускай по водам давай семьи и восьми по прошествии многих дней ты получишь обратно то есть я жил хлеб то есть кормил проповедовал говорил а при смерти это все ко мне снова возвращается перед богом правильная мысль говорится но она оборвана ее нельзя выполнить без первой части готовься умирать а мы должны готовиться не умирать только но встречи со христом что я ему скажу для чего я жил выполнили назначение которое он дал мне господь меня будет искать не где-то там куда у меня поставил это я должен определить где у человека большие задачи стоят перед ним вы слышали что кураева сняли там с постов всех нет уже в интернет зайдите из профессорского состава из преподавания оттуда его увели на все его высказывания ну да а высказывание там говорится за что на нашем форуме зайдите кураев там все выставлено вам не надо искать будет спасибо только зайдите прям кураев ну и опять же поступают они с ним неправильно этого нельзя делать он дает уже ответ и ответ он дает по я не знаю сколько считает может по двадцати пунктам везде он прав он прав и такого человека теряет так минуту что сейчас да мы что тут срочно это так говори я я про это и говорю по skype сейчас с санкт-петербургом я это все знаю у меня на форуме стоит уже отошел да с богом эти кураев кураева тут сообщают его трогать нельзя с ним поступает несправедливо и которая так делает они будут наказаны его надо ценить у него особый талант с людьми где-то да он мыслит неординарно но это и приятно должно быть радостно а он говорит разоблачил эту голубую мафию это что там не было выступил и что митрополит им разгон давал семинаристом а там видимо записали сейчас может а и он все это напечатал он говорил игнатию наплевать как о нем думают а мне не наплевать вот из этого состояния сейчас и выводят ему это тоже на пользу надо как-то его на меня вывести то я не знаю как найти то если будет возможность выведи чтобы на меня вышел добавить его поддержки сейчас мы за него усиленно молимся это не чужой человек это православный человек с огромными знаниями с опытом ну где-то там не так что-то говорил я в своих книгах упоминаю его кураев 120 раз это говорит о чем я его книги все считал знаю выступление но я нигде не сказал что они нужны и надо запретить то даже сказать нельзя генерала запрети за то что кому-то не понравилось его хоть сегодня надо же с патриарха выдвигай абсолютно неправильно не дадут скажут дьяк но так вот сейчас на этого нападает на максима даже в какой защитник нашелся у максима степаненко что там лапкин этот по одному этому надо решать что никуда максим не годный а кто говорит то его нигде нет у них ни лица нету не фамилия у них ничего нету они как говорится тролли паршивые они только ищут где бы что-то зажечь петелек подставить на это смотреть не надо а почему так много годность христу определяется не только по друзьям скажи кто твой враг я скажу кто ты не только кто друг а кто враг господь геденали меня будут гнать и вас вот и все слушаю на тихно счет сейчас столкнулся с такой проблемой в питере мы занимаемся семьей детьми поддержкой семей оформлением детей и семьи помогаем как бы найти приемные семьи для детей удочерения усыновления в семье то есть чтобы дети были как бы можно было приблизить именно воспитание во христе и столкнулись той проблемой что на сегодняшний день у нас большой на путь мигрантов в санкт-петербург ленинградскую область и большое количество отказников в роддомах именно детей мигрантов это узбеки таджики киргизы белорусы украинцы то есть это не только одни мусульмане бросают детей но я был удивлен что именно мусульмане таком количестве бросают детей также и славянские дети брошены и вот эти дети сейчас наполняют детские дома и сейчас так как из узбекистана таджикистана стали выпускать все большее количество молодых людей в возрасте до 25 лет они все больше стали с собой возить детей сюда в россии когда потому что когда молодой человек попадает в россию он не хочет возвращаться назад узбекистан таджикистан по тем причинам что там очень как им кажется очень сильно за ними следят старшие а здесь у них свобода они предоставлены сами себе получается забывают те традиции не воспринимают наши и встают против закона а дети их маленькие дети которые там возрасте от нуля до 14 лет эти дети оказываются их не берут даже в школу у нас потому что не знают они русского языка получается что они также забыв свои традиции не приняв наши законы не получив нашей культуры не узнав они ничего так как они не учатся у нас в школе не знают русского языка они наполнят именно криминогенную вот это общество наше наше и начнут жить криминалом если их сейчас им не рассказать о нашей культуре о нашем мировоззрении одна о нашем православии объединяющий день вот хотелось бы знать ваше мнение потому что я столкнулся с таким мнением православных людей что мне сказали ты сергей творишь грех если ты будешь работать с мусульманами ты творишь этим самым грех я говорю при чем здесь грех завтра вас вырежут если сейчас не оказать добра мы должны если люди к нам едут уже не уезжают от нас мы их выгнать все равно не можем они будут жить у нас и чтобы они жили у нас они должны знать что православные это добрые люди это те люди которые любят которые дают я говорю сейчас нужно дать поддержку чем настраивать против себя даже вот если вспомнить ту же историю советского союза когда из ленинграда были люди эвакуированы тот же узбекистан таджикистан то там люди с ними делились и делали добро бежевым эвакуированы совершаю ли я грех пытаясь помочь иноверцам мусульманам влиться в наше общество изучить русский язык и принять русскую культуру про культуру слою божьим нету а про добро сказано творите добро всем а наипаще своим поверить наипаще то есть более всего своим поверят нуждаются это другое это надо помнить теперь я слышал что приезжает из-за рубежа и хотят усыновить и их не дают так не дают сейчас так но не дают по какой причине мало денег им за это дают но они якобы закон приняли потому что в америке и было много случаев издевательства над нашими детьми издевательства убийство наших детей якобы чтобы этого избежать они сейчас не дают но слово много что означает какой процент процента не указывает меньше одного процента меньше да я думаю сколько дома сколько по подвалам везде идут это лживая отговорка лживая вот одна выступает и говорит я попала в германию но я была косноязычная я не не могла разговаривать что-то у ней какие-то дефекты были детские это но у меня грозила одна баурша это где-то там она была где-то на сельской местности а потом она в городе была держали поросенка и она последняя поросенка зарезала с одним там профессором сделать нужную операцию и она меня как учила учила что ты должна быть другой и когда пришли войска советские то она уже все по немецки все понимала разговаривала на его выучила она говорит ты должна вернуться домой там твоя родина и теперь она ветеранка была когда я пришла теперь в возраст я понимаю какая это немецкая женщина была героическая она меня создала и поэтому для германии я всегда буду благодарна и поэтому это не отговорка за этим другое стоит ну как не помогать то если они нуждаются если у вас есть возможность какая-то помочь вот если я думаю зарядить видимо в ю тубе священник османов османов он православный священник и у него воспитываются дети я даже до конца не знаю у него все ли там свои и они всю как вы называете культуру свое все знают но они православные а это семья священника который из мусульманства перешел в православную и стал священником и девочке лет 14 она только говорит о замужестве умеет надо все делать а другая года три и она сидит шьет уже готовится быть матерью вот где закладывается все и какое послушание там все показывает как он выглядит какая у него черная такая борода но видели там он рассказывает как ему невесту выбрали игры ты видел когда мне сказали вопросов даже не стоит вот так всегда в россии было это очень хороший пример очень хороший но ему угрозы были он прятался там за измену но у них там убивают таких но бог с вами да вот помогать надо вопрос даже не надо задавать такой но как теперь смотрите сам я тебе сказал помогать надо а сам за тысячи километров сижу и ничего не делаю это легко сказать я должен должен конкретно то у меня детский лагерь я его организатор создатель 41 год это не два дня а дети бывают из детдомов каких только не было у нас так это ни один не два он на мне во первых моральность и как я их воспитаю перед богом как и уголовная против меня воздвигали такие гонения там еще только не было все это в прошлом они ничего не могли сделать почему молитва за одно лет а только три уголовных дела три уголовных дела против меня воздвигли 3 там была еврейская организация в нср сектанты кпрф профессура и всех господь разгромил ничего не могли сделать почему бог дал друзей вдруг это прокурор края генерал-лейтенант краевой судья и когда все поступало депутаты друзья и вот и они еще не могли сделать ложь зам главы администрации приехал доктор медицинских наук и он за меня полностью и они еще не могли сделать ложь на их посылы показания ничего им не дали а проще всего было закрыть да и все попозже до сделать распорядок другой а у меня дети встают 5 утра ты найди такой лагерь в 5 утра до этого не каждый встает мне даже батюшка говорю ну хоть маленько то попозже я в солнце будет заходить попозже пораньше тогда у нас день укоротится это сколько надо я должен питание одеяние купается на лошадях на лодках катается специально вожу по березам умеет чтобы лазить как обезьяна лазит а под зеленым суклом он не будет ребенок я их вожу в лес они собирают ягоды травы далеко идем сукорин солодки копает ребенок должен все знать вы на это дело пошли я не знаю какое более благородное дело как воспитание детей тем более не своих еще не своих вас обязательно будут друзья это я вам на опыте говорю будут волонтеры будут приходить люди но и вы не даже сидеть выступайте где есть возможность по радио говорите может быть будут находиться родители которые одумались будут забирать никогда не препятствуйте а он берет и будет мусульманом не тебе уже решать в твоих руках в поле досягаемости твоей руки вот тут ты посей все эти разумные доброе вечное так все эти спасибо вам скажет сердечно кто русский народ не красов знал о чем говорил так что вы на добром пути но делать это все во имя христа не ради культуры русской эти слова даже не поминайте никогда больше это не наши слова их может говорить человек мирской возрожденный в духе святом человек эти слова вычеркните из лексикона чтобы их никогда не было я пользуюсь без слова по проблема удалил его из речи проблема это не наше слово а решите нерешенный вопрос попробуйте и вы ищешь начнете запинать язык будет заплетать а потом когда отойдете вы посмотрите с улыбкой на прошлое скажешь моя речь стала другой говорите его тихо начал такой вопрос мы столкнулись в работе с таким что если допустим у нас тексте или в словах звучит православный православное вот почему я сказал что культура да вот это почему потому что если мы заговорим православная культура во имя христа и так далее то нас не пускают ни в одно образовательное учреждение без культуры не хотите если они вот без культуры христианской если нужны какие-то слова пока никогда на это не идите никогда не идите если они меня приглашают здесь музыку я заказываю а плясать будут они решительно бесконформисно вы запишите цифру тысячу сто семьдесят три и никогда ни на какие сделки не шли нет да да нет нет а остальное господь сказал от лукавого это лукавые слова я про них я буду говорить православная культура у вас там еще не будет пустое я прихожу вот я в школах в разных вел занятия познакомить их с евангелием со святой библией со христом и мне везде двери все открыты были в милиции у меня берут только для этого на основании библии поднимаем я буду разрешать ваши вопросы мне культура то не нужно не надо какой бы среди заключенных я где бы ни был выступаю специально с милиции там занимаюсь много лет занимался воинские части везде я я пришел познакомить вас со христом даже есть фильмы снятые фильмы очень непростые на нашем сайте вы их найдете на рое крещение ручка руси или глаз вопиющего глазом вопиющего меня назвали я выступаю среди молодых курсантов я им говорю как важно вам быть сильными смелыми но без христа вы просто головорезы будете а а без христом вы будете воины христовы герои веры то есть даже в словах лукавить нельзя не так вот я скажу так меня поэтому не заметят я проскользну а там начну о христе говорить это не надо потому что тебе смерть не грозит и когда говорят а вот вы говорите евангелие нельзя так чтобы людям сделать большую подготовку а потом евангелие прочитать я грунец сначала я считаю евангелие а потом даю толкование в людях душа по природе христианка она начнет откликаться на зов христа это слово духа святого что-то тут векает мне у вас там все правильно подключен голос посмотрите вроде бы да ладно вы меня поняли да вы с первого дня начинаете делать я вам передаю опыт 51 года бескомпромиссного служения господа я ну любой может это подтвердить я ни разу нигде не покривил душой ни разу нигде зачем я христианин я христианин это в первую очередь а православное это уже дальше будет и так видно что я православный даже по внешней форме а далее только перекрестился ни один сектант этого не совершает да соверши правильно чтобы у тебя крестное знамение было я соблюдаю посты они не соблюдают какие тебе еще доказательства я иду в церковь исповедусь причащаясь а он нет а что ты на меня навешаешь ярлыки сектант еретик все до православные меня это не касается я за это получу награду я награду получу радуйтесь и веселитесь когда имя ваше понесут как неугодное сыну человеческому велика ваша награда на небесах вы мне венец на голову сплетаете я не могу на вас злить я могу только молиться я за андрея кураева молюсь уже не один десяток лет и то что у него сейчас есть я уже принимаю за ответ на мои молитвы ему как раз этого не хватает вот это звание потерять профессора преподавать вот и гнать ему плевать решением говорят а я не могу плевать вот теперь ты будешь как и гнать их держать за что и вы никогда не держитесь а у меня уже дело налажено держитесь только в том плане преступникам не уступайте но и рядом не держите таких которые говорят да мне какая разница я за свою должность не держусь меня вырвать должность нельзя не не годится не держится он и не будет улучшать свою работу я свое место должность отдам того кто лучше меня делает только тому вот и все вы строго смотрите не хватает что тебе не положу а господь увидит на что ты способен сегодня вы директор а завтра может быть еще выше где-то что-то я задел все говорите и на техначе что такой вопрос первый батюшка который согласился окормлять наш фонд был греб грозовский я его знаю очень с хорошей стороны как батюшку которого и свои дети и усыновленные дети и сталкиваясь с ним по работе он зная его как он работая с детьми со своим приходом мне очень нравилось как бы я многому учился у него а теперь да 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 вот не подскажете вот мое мнение что все таки может быть он за свою службу за то что именно хорошо работал с детьми вкладывал в них душу на него такие нападки за это вы когда встретились с ним спросите скажите вы игнатий лапкин слышали слышали когда вас спрашивали что про него говорили просто вот и все больше не надо я еще раз говорю ко мне не прикасайтесь не прикасайтесь вам это не положено вы не почины вами не понести мое время а почему было ему не ответить как положено не отослать на наш сайт они бредни какие-то распространять то но он находится сейчас больших неприятностях и поэтому я объявил в общине все за него молиться вот тоже молимся в девять утра в общая молитва молимся а там уже как богу угодно так снова кормлять вы даже и исключите своего лексикона одно из самых поганых слов воцерковать ему воцерковать и объясню и окормлять слово окормлять откройте слова рёжегова сергея ивановича там написано отравлять перекармливать это поганое слово а что то есть он у нас будет помогать воспитывать детей во христе не бойся сделать из одного слова три они будут соответствовать действительность во первых не библейское потом оно поганое слово отравлять даже никакого ударения не меняется бывает крестное знамение или знамение а тут ничего не меняется и второе воцерковлять это самое гнустое слово которое сегодня употреблять нет воцерковления есть покаяние рождение свыше а воцерковление это через какое еще свечку подавать что там церкви сказать это обман никакого воцерковления нет а есть то я буду христианином христианизации общества а то воцерковлять научить церкви вести себя ну как другие знают просто я вам говорю а вы как хотите вы даже не будете чисто евангельским путем и тогда с вами будет господь на техноси рождение свыше это именно через покаяние когда я каюсь и больше этого совершать не буду до два пункта первый пункт вы должны признать себя грешником погибшим погибшим окончательно и бесповоротно и напишите римлянам 6 23 это коронный стих возмездие за грех смерть все рождаемся в греха римлянам 6 глава двоеточие 23 рим . 6 двоеточие 23 вот в этом все и вы даже себя приучить к тому и другим говорит бог никогда никому ничего не прощает за грехи за так за так я попрошу а бог меня простит бог не может прощать потому что возьмите за грех смерть это божий закон бог не прощает за так за грех смерть и поэтому за мой грех кто-то должен умереть и для этого сошел сын божий который умер жизнь вечно по христе иисусе все до единого смертны нет ни одного праведного это 13 псалом псалом 13 52 запишите нет праведного ни одного к римлянам 3 глава павел это все приводит потом на память выход только один я должен уйти в ад я должен навеки пойти мучиться и мои молитвы они помогают мне сохранить свою жизнь но прощение грехов не дают прощение грехов дает только тот кто мои грехи мои долги как большой банкир берет на себя и платит за меня и поэтому евангелие от яна запишите 1 29 в эти стихи старайтесь наизусть заучить вы молоды 1 29 это стих рядом напишите явление христа народу трехниковской галереи одна комната посвящена он простирает руку и говорит вот агнец божий агнец ягненок который берет на себя грех мира а ты златоузга ту свой это скажи не только грех мира который берет мой грех мой грех это мой спаситель ибо так возлюбил бог мир отец что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий всякий это я и гнатия вы скажете нет сергей поставлю то верующий мне не погиб у меня от готового погиб но имел жизнь вечную вот это евангелие тиана 3 16 3 16 это сердце библии библии в миниатюре это солнце вселенной называют библия вся сконцентрирована в этом стихе явно 3 16 вы каждому ребенку давайте это наизу и запишите отпечатайте и разучить и пойте а дальше всю главу у вас будет такая подвижка но надо конечно чтобы ваша жена все были рядом и желательно поддерживали и также заучивали маленькие картон очка у меня володя вот он стоит подойди сюда рядом вот брат он снимает снимает как раз вот вот он на картон очки все записать я так приучил а потом скотчем эти чтобы не не стиралась у нее все кармана забиты и он дорогой где едет все заучивает на картонке один стих запиши 2 запиши там тушью хорошо на картон очки скотчем сделал чтобы она держалась дольше порядок я так занимался еду на дорога дорога на велосипеде раз прочитал у меня уже в памяти у кого какую память дал бог но некоторые стихи мы должны знать наизусть вот этот стих мы должны знать желательно 50 псалом чтобы считали не единожды вот утренних молитвах утренние молитвы православные молитва слов там написано молитва пресвятой богородицы с детьми нужно заучить наизусть это в лагерь мы стараемся делать очень наш до 3 главе там вот люди возлюбили больше тьму чем свет ребенок быстро запоминает это и старайтесь прямо давать ему если он не умеет считать еще чтобы он запоминал да он не русский тебе не надо об этом думать они дети божьи будут говорю у меня лагерь в котором нет различие нации у меня есть евреи есть немцы казахи или тиране православные там баптисты адвентисты у меня разницы никакой нет а когда заканчивается уже осенью все православные и все по-русски и при том никого мы не давим он ребенок видит своими глазами как хорошо быть православным какая любовь какая дружба как заботиться о нем я вам рассказывал прошлый раз немножко это ребенок будет фиксировать в лучше чем ты за собой родители если бы поддерживали то что у нас в лагере есть это конечно больше было пользы вот ребенок у нас обязательно должен носить пояс он простая веревочка завязана четыре узла на 4 чтобы не развязалась а 4 это на четыре стороны приезжает домой другая мать а что ты тут какая-то грязная веревка ну и сняла с него и вскоре забыл на другой приехал мама это пояс о матери говорит а ребенок там в третьем классе мама христос был в поясе и он креститель он ребенок знает все были апостолы пророки с поясами то ну сто восемь раз это не два раза пояс а пояса а пояса нет его нельзя снимать но мать ему развязала он у тебя грязный давайте за один конец держи а другой я постираю на нем как бы она постирала теперь стирный дому дала другой и опять тоже завязала результат совершенно другой а не так что я сел а ты вырывал ну ничего там и нет на поле он растет жирный кабан а вот именно пояс на четыре узла или может быть и ремень может ремень но у ребенка какой ремень одненький приезжая на ремень и наберешься и поэтому пояс обыкновенная веревочка какая-то а иные приезжает уже знает покупают или в церкви или так бывает широкий пояс да красивый разницы никакой нет но пояс должен быть при пояса не через они напоминают об истине у нас без пояса он ребенок не не завтракать не обедать не будет даже взрослые приезжают а я гляжу он зашел уже ну к сыну дочери приехал то я издалека гляжу а мы там запускаем змея в облака вот я вижу зашел что-то копается там я думаю что он там копается на складе он ищет веревочку отец приехал а он предприниматель надел веревочку приезжает ко мне было профессора там разные люди и все с поясами все босиком а теперь все вспоминает людям нравится вот это строго щеткость точность немецкая вы когда это будет делать увидите что за вас многое будут делать и старшие которые старше старайтесь оставлять их вместо себя немножко куда-то отдалить а потом посмотреть как это дело будет в ребенке даже навыки лидера проявлять я вам говорил что входит в эти навыки 6 качеств вы старайтесь среди детей это культивировать никакого стона не пищать как у русских было это благородное дело заниматься с детьми я не знаю наша мама у нас и было 12 детей моей родной маме вот 10 живых нас она мать героиня и она говорила самое трудно это молиться и с детьми водиться это самое трудно нагревал не с детьми с детьми вот как потому что от молитвы отвлекает всякие разные события нас а ребенок на сам иди там и играй на улице вот она играет а ты приучи чтобы он прибегал домой и становился на молитву вот был такой миссионер спиридона среди туин сотрудился он говорит я был непослушным такой я убегу надо что-то делать а я играю прибегу домой а мама на коленях и она стоит и плачет господи я одна осталась муж что у меня погиб а вот спирита меня не слушается он убегает там играет долго и и плачет я горит слушаю сам заплачу с ней на колени рядом знаменитый на весь мир миссионер вырос вот и все ребенок должен тебя видеть на молитве у меня дети было так сами просят давайте еще помолимся вот это уже будут и сняти плоды вот на молитве себя проверять вот у нас сегодня такая-то нужда а ребенок стоит и вот а может еще за этого не помолились но я дальше начинаю молиться они побуждают к этому и когда мне нужна большая нужда я обращаюсь к детям чтобы они помолились и молитва ребенка не загрязненная взрослыми грехами она легче доходит до господа и и ребенку это надо говорить чтобы они вели чистый образ жизни целомудрия чтобы это слово сус не сходило значит воцерковлять и окормлять два слова только больше я вам ничего не скажу два слова истребить их это не христианские слова и они вредные они ложным путем ведут человека не надо окормлять он должен человек причащаться тайн христовых причащаться написано вечера господня как угодно называют не так что мы год куда пошли до отстояли службу мы были на литургии не отстояли службу отстояли стал бы каменная православная вы не смущайтесь что я вам прямо так говорю я не смущаюсь я благодарен вам за это понимаете я не привык лукавить и вы но на меня вышли кажется если вы не лукавы то это как раз вам говорит доктор по вам будет вопросы вы заходите на наш сайт и углубитесь четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса на сайте к истине один народ ров вы были там уже да я заходите там где дети там что есть лагерь вы там найдете море 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 информации вот это вопросы я сегодня компетентно заявляю не составить никому никогда почему у них другая жизнь и не составить это моя вся жизнь строгость вот как она прошла любовь к библию православных нету у сектантов другой стороны нету это вот все объединенное тебе должно быть во всех красках просто храни это это мой пришел спаситель божий сын я к ногам его пронзенным с раскаянием иду грех мой крови и причистое смыть молю вы зайдите на мой форум и там написано пение или песнопение и вы найдете такие песнопения которые с детьми будете раздышать караоке там сегодня на одни слова только идут пение там разное и песнопение то есть по двумя названиями разное песнопение вы найдете у меня там и зыкина и высоцкий поет все но все так подобрано что ты бога прославишь из-за высоцкого и зазыкина из-за кунову мы научиться должны славить бога за таланты которых у нас нет но они даны другим в одном месте растет картошка другой чинить сапоги а у другого яблоки мы нужны друг другу чтобы обменяться и через это благовествовать о христе как бог устроил мы все нужны друг другу вот ваше появление сегодня я уже заранее знал я ожидал предупредил чтобы володя был дома у меня но это просто необходимо а сегодня утром записан был с сергеем дудиным номер один а вы сергей дудин номер два у меня вот вот задавал вопрос от люди мне на меня где нападает вот такие вопросы а почему они священник там я все ему ответил сегодня ролик мы поставили уже youtube канал игнатия лапкина только зайдите там в первые страницы сразу 1400 кажется роликов наших это огромный огромный пласт ему будут обращаться придет время у меня радостное известие что болящий сергей он козлов и ему начинает помогать там из израиля и из белоруссии то есть хорошие специалисты да я просто благодарен богу он делает то что сегодня ни один бы этого не сделал я бы никогда не взялся он создает второй сайт на основании этого сайта но чтобы не скачивать а прямо онлайн раскрывалась все здесь 50 книг аудио это вообще нигде нету в мировой сети такого и вот бог дает людей которых я знать не знал а он о себе он рассуждительный до того он рассудительный до того он внимательный движением он я сразу понял вы хотите умереть за христа как ты догадался да вы все делаете так чтобы быть мучеником дальше он хотя болею никому не нужен но для чего я живу у меня все время была мысль какого-то великого дела меня бог держит и когда сейчас он начал заниматься сайтом я дождался своего дня это не каждый это понимает он как светильник какой горит а это сердце горит растопт растоптывает вспомните данка у горького когда вывел из леса и стопе и люди его сердце растоптали побежали дальше тогда это не должен смотреть все перед богом мое сердце богу должно принадлежать говорите спасибо игнатий тихонов спасибо вот я сейчас тоже стал размещать у себя на сайте у себя в социальных сетях общение с вами высказывание благодарности вам за помощь которую мне оказываете и сразу же ко мне пошли письма где стали вас ругать ссылками на священников вот стали присылать ссылки это меня самое удивляет вчера разговаривал с супругой говорю вот посмотрел то господь дал возможность познакомиться таким человеком который так хорошо знает библию говорят почему мы с тобой столько лет церковь находимся в церкви мы пришли в 2006 году после большого ну отпадения церковь я в детстве меня все и палатинске в казачьем храме крестили потом я полностью отпал от церкви только в 2006 году вместе с супругой мы пришли церковь именно с покаянием каяться стали но мы вот за эти годы 2006 года евангелие читаешь но как-то невнимательно по библии вообще не говорю потому что когда стал читать ветки завет я столкнулся с тем что я не понимаю многих вещей и не могу в голове у себя уложить не понимаю мне как-то стало неинтересно я стал читать только евангелие благодаря вам сейчас спасибо я столкнулся с тем что это необходимо изучение и тут господь как раз послал соседка у нас ей нужна была помощь мы хотели помогать ей козу доить она сектантка и у ней молодой сектант живет они то ли и йогова то ли йогова я не могу точно сказать какая это секта но он четко трактует евангелие ссылками наизусть вот вот это вот мне конечно в нем очень понравилось что четко я говорю посмотри какой-то сектант может делать а мы с тобой которые называемся православные которые тянемся к богу не может вот так так вот человек раздул разговор я вот вам благодарен что я не понял почему за все эти годы столько мы ходили храмы ни один батюшка нас не наставлял именно учить вот евангелие таким образом как учат сектант они учат а мы православные не так вот смотрите я коснусь самого себя вот на вас которая там где тоже нападать вот я вас тогда предупредил вы если эти люди живут в санкт-петербурге где вы вы скажите вы конкретно имеете что-то сказать ко мне у них призовите сюда мне позвоните и даже только дайте знать в мейл-рум видите ли как и скажи вы выскажите вы по увидите что ни одного вы не найдете если найдете он еще не сможет сказать он только мыщать будет а почему а потому что мой путь угоден богу и сатана лютует больше ничего нету если у тебя нет врагов господь сказал горе если все вас будут говорить хорошо горе у меня этого горя нету апостол павел горит и противников много о себе дверь широко открыто и противников много это нормально для меня ждешь широко открыто вот я по скайпу разговариваю с санкт-петербургом зудином сергеем а у него уже будут какие-то неурядицы вас будут предохранять чтобы вас не заразил лапкин какой-то ересью а как ура скажите но от не первая встреча пусть они прослушают и покажут где не так я скажу только вы когда будете заниматься вот еще там с детьми чтобы священник желательно всегда у вас где-то был по любому случае вы могли обратиться к нему так называемый духовник детей старайтесь чтобы они понимали достоинства пастыря подходить к нему но вопросы разрешайте пока по священному писанию которые имеете толкование блаженного фапилакта у меня книги то скачайте там 3 новый завет а к священнику подходите только там где уже никак нельзя у него своей работы хватает и вот если вы сейчас поставите задачу привлечь как от больного сергея не тоже там долго то что ты слабкин познакомился но вы давайте приходите сейчас по скайпу не один не идет но выразить и сами там от себя из дома выйти ни один не идет вот священники сидят и выпивают выпивают и разговор обо мне опять идет другом городе это разницы нету санкт-петербург воронеж владивосток и все одинаково везде говорят а я значит значит я везде нужен и путь мой правильный вот в германии там я беру другие государства и везде обо мне говорят в америке в австралии а я никто я вас совершенно никто не образование у меня никакого нету не гуманитарного не теологического нету и вот священники говорят и один из них говорит но вот говорите о нем я не знаю я вам далеко живет да недалеко говорю в болтайском крае живет а что на контакте идет да наоборот он говорит просит так давайте его вызовем а приедет на дорогу оплатить он приедет освещение которые знают вот так вот поделки что ты что то она сразу победит еще на брустер не вылез а уже белый флаг выкидывает а просто так говорит страха божия тот который вам что-то говорят про меня я про них ничего не могу сказать я их не знаю а если буду знать я поговорю я узнаю скажу чем я могу быть вам полезен у них этого вопроса нет им нужно меня уничтожить но это не нельзя сделать нельзя ни смерть нет ни настоящее будущее отлучить не может ты можешь меня убить над любви божий ты меня не отлучишь я его люблю и мое жизненное поприще она не бесконечно но будет в конце сегодня уже говорят об этом книге лапкина по странище будете искать по стране я это знаю почему я ничего не искал вот нападает на путина недавно я высказался об этом путин сказал правильно ему надо просто помогать молитвы он сказал о том что вот эти пространства которые есть будут заселять другие народы и никакие то я об этом говорил японии в аренду отдают дальний восток я об этом говорил и потом я услышал жириновский владимир вольфович об этом говорит как угодно к нему относиться но тут мы сошлись и он прав почему ну а как в америке приезжают там щеканас эти с бразилии учат язык занимается законцы блядя закон российской федерации пускай изучает язык ну как у нас татарстан есть чечня есть почему не может быть японская автономная республика да они весь восток обиходят а японию там оставить как резервацию для кто желает поехать посмотреть и кто-то будет ее охранять а и две третьих японии вполне могут занять это правильное решение приносит президент я не читал но мне сказали что это уже вынесено патриарх так то сказал то патриарх такой он сказал правильно наша задача помогать патриарху кириллу а как помогать он сказал чтобы образовывались в общине вот и помогай ему то есть я образую общину люди все знают бога православие на высоте вот и мы и помогли это вложится в то о чем он сказал выходите на распутье и начинайте проповедовать этого я могу выставить даже газета труд она у меня здесь рядом вот ничего мы должны делать так как он говорит он говорит по евангелию я говорю в данном конкретном случае а я столкнулся с тем тут у нас в поселке я живу здесь такой поселок войсковицы в гачинском районе вот поселки уже 2009 года собрался приходской совет и собирается построить храм построить храм и вот с 2009 года разговоры с руководителями поселка с руководителями района с благочинным района с депутатами то что надо построить храм пришел я тут на последнее заседание этого приходского совета был 2009 году и вот сейчас он был недавно прихожу все одни и те же разговоры ничего нового и говорят один депутат встает сейчас я построю в четырестом году у него выборы сейчас я построю каменный храм я говорю ты его построишь через 15 у тебя нет серёж денег таких чтобы построить его а приходской жизни говорю нет общины нет может быть мы начнем с того что поставим поклонный крест и начнем собираться общиной формировать как-то общины будем молиться в общей молитве познавать христа и детей своих на них россии как бы но меня сразу за ты что о чем ты говоришь на нужны каменные каменный красивый храм это первая череда игры это церковное здание просто просто церковное здание мы молиться моему к вами сидим в зале сейчас вот здесь можем молиться мы вам главное приходская жизнь чтобы у нас был совместный приход совместная жизнь совместная цель вера христа выра растить детей во христе нет то что нам главное каменный этот храм и все я больше перестал ходить тут мне звонят приходи все-таки крест они решили заложить как я им порекомендовал давайте крест хотя бы поставим чтобы туда ходить вокруг этого креста собираться хоть было понятно что приходская жизнь началась а то вы храм вы этот будете 15-20 лет строить приходской жизни мне вот звонят приходи крест устанавливаем но я честно говоря даже не пошел на установку этого креста потому что если нет прихода если нет общины жизни общины церковное здание мне кажется она ничего не дает для души человечества господь сказал через запаса опала разве вы не знаете что вы храм бога живого и господь разрушить храм сей я созижу три дня но не охране же он говорил то так вот надо создать этот храм если нет вообще на чем мы совершенно правильно сказали и нету средств силы построить он не нужен собирайтесь по домам написано ежедневно собирались по домам все и хорошо что туда не пошли не тратьте время занимайтесь следованием слова божия считайте и занимайтесь детьми я говорю то что знаю если можно на луна природы по счастью детьми на луна природы они должны любить природу и а дальше вы через все что видите показываете величие творца как велик наш бог как он любит нас на каждой птичке вы должны много-много знать и все знания все цветочки травинки все повернуть для прославления бога спасибо так если на вас будут какие-то нападки в этих людей просто скажите вы из какого города они скажут а мы далеко ну соберитесь все вместе и на меня в mail.ru пусть выйдут и я им тогда дам пароль логин и они там зайдут и поговорят а который у вас приглашайте к себе и давайте вот сейчас вместе будем говорить но пока нигде этого нету ни один они хорохорятся над больным а когда он говорит ну давайте я сейчас skype включаюсь игнать им поговорите что-то что-то они сразу убегают но ясное дело что это не от бога от бога я могу сейчас разговаривать с баракой обамой могу разговаривать с любым саркази с кем угодно почему потому что я их не боюсь я увидел милиционера у меня рукой машет здорово там пошли они все меня знают а если увидел преступник он согнулся не за мной или это пришли вот это точно тоже такая же они в моих словах видят приговор самим себе и поэтому так ведут себя на слова не адекватно нет этих слов ведут себя не согласно со словом божием научитесь правильные слова выстраивать слово проблема попытайтесь везде заменить нерешенный вопрос это и по-русски слово проблема в мое время вообще даже не звучали все проблем проблем я знаю как это обман святые запрещают делать подмену слов вор никогда не говорится воровал играть я взял угнал машину он говорит я проехал а ты так и называй вещи что я не досмотрел да вот вы жену вера в шестом году 2006 сегодня тринадцатый год 7 лет за 7 лет вы могли закончить уже медицинские университет даже медицинский поэтому что говорит вы тело могли исследовать до мельчайших подробностей а это ваша душа она была в пренебрежении я вот когда уверовал евангелие было мне дали в руки три с половиной месяца прошло я уже библию все узнал три с половиной месяца и уже проповедовал на кафедре а работаю на корабле учусь в мореходном училище на меня это не влияло никак я люблю бога в обед договорился где стройка работает знакомый я к ним приходил меня спрашивает обедал или нет я не мог ответить обедал я или не обедал я ложусь на пол а в них ребятишки они по мне ползают я никого не вижу я читаю библия чем дальше закончится мне надо запомнить это как это применить на сегодняшний день это любовь все делает любовь я это в жизни испытал первую любовь и стараюсь ее не потерять господь имею против тебя то что ты оставил первую любовь начале загорелся учил а потом заглох и однажды избранный путь он стал должен быть мой путь христос это евангелие от иоанна 14 глава 6 сих евангелие от иоанна 14 6 христос гортия есть им путь истина и жизнь в нем все это начало и конец моих размышлений не война не голод не парализация не потеря глаз ничто не отдалит от христа иисуса а наоборот только приближает он меня любит и сверх сил не пошлет это есть первое коринфянам 10 13 играет при искушении податься облегчение можете записать один кор первое коринфянам 10 13 да так что сказал вас своим сказал 10 13 что твои будут скорби увеличиваться на тебя будут давление у тебя будут искушение с ребятишками какие-то убегут каких-то повредят что-то будет ты должен как воображением сейчас про и за свое ли дело берешься потянешь ли он тебя обворовывать будет он для ночи откроет квартиру когда ты спишь в эти варианты заранее проиграйте и набирая детей все-таки маленько смотрите от кого он происходит а как тогда не брать помогать брать это другой вопрос один вопрос облегчить его существование второй вопрос это уже брать какие дома вы берете на себя очень и очень много уголовный кодекс над вами буквально нависает уже я говорю сорок один год я под обстрелом но я не остал они ставили задачу закрытия лагеря мы не подходим под нормативы санэпидемстанции и мы все отстояли отстояли у нас нет заболевания нет отравления все довольны работаем бесплатно все то есть вообразите ваша жизнь сейчас идет такая что вы дома ночуете рядом жена может быть по-другому он его вы даже не при чем он свалился где-то в канал ты отвечать будешь в америке строго за этим там много бассейнов внутри возле дома в ограде стоит но они ушли бассейн решили просушить калитку не закрыли соседская девочка шестилетняя там меньше еще она залезла по ступенькам туда в воду то не видно и она туда грохнула сломала там это шейку коллега и суд присудил платить это все надо иметь в виду и никогда не отчаиваться руки не опускать сегодня так завтра иначе это как колесо поднимет к верху то к низу так что в нашей жизни все бывает и в радости и в печали христос на первом месте при том мы спасибо не говорим а всегда говорю спаси христос чтобы слово христос ресурс звучало чаще не бойтесь к вам привыкнуть очень быстро привыкнут и вы увидите какой результат слова христос начнут люди прилеплять себя придет спасибо весь мир говорит спаси христос так говорил русский человек всегда везде вы прочитаете там лескова и даже там у других у некрасова мертвое озеро везде это слово звучит вопросов на тихоновича библии читать можно только в определенных местах и стоя или везде в любой обстановке не стоя а сидя можете считать ложитесь когда спать подушки подложить себя чтобы не не глаза не портить только поэтому ну где сидите на это место не ложите то есть на скамейку на один уровень чтобы не держите или повыше вот это одно условие обязательно заложите служебную бумажку любую чистенькую бумажку чтобы рука пальцы потовые железы нигде не отобразились я открыл положил на на текст и через бумажку ничего не подчеркивайте ну потовые железа не делай делается и прочее вот и все правила простые никаких не делайте страницы загибать закладка это хорошо и всегда делайте чтобы у вас была тетрадь что выписать вот так спаси христос вас что позвонили я рад мне это приятно и наше знакомство было хорошее ладом снимай мальчишку девочка девочка я не и александра александра это вот есть ли вы ишь как вот мы встретились она дядю видит у меня в лагере вот такие вот для меня то это обой контингент если господь благословит может быть ни сегодня ничего не завтра в когда-нибудь приедете с детьми в наш лагерь далеко через всю страну но у бога все возможно уметь и разрешать конфликт это один из качеств которые вам потребуется разрешать конфликты на какую сторону стать у меня был военный следователь обратился военный кгб и он очень далеко приезжал с украины и говорит ну конечно большие расходы мы наверное лагерь сделаем у себя все таки но у меня случился конфликт она была преподаватель из университета кандидат педагогических наук а другая старая обрядка пожилая и они между собой и он стал присматриваться что же я буду делать с ними они дошли до того что вместе не хотят быть к вечеру они были вместе молились и он вечером подошел горит нет мне лагерь не образовать я бы никогда их не примерил знаете блаженный миротворцы ибо они сынами божьими нарекутся только за одно блаженство идет уподобление сыну божию уметь мирить блаженный миротворцы и вы всегда думаете а как это сделать тут помощь большую вам окажет жена вот тут у женщины больше на это наклон есть если у вас что-то не получается сразу батюшки батюшка не могу разрешить вопрос а может быть именно с объектом нарушения придется прийти туда чтобы они привыкали получать благословение и прочее мы православные но это не на первом месте первое значит священное писание в свет библии мы ставим все остальное что мы слышим видим и считаем не по библии я обойдусь без этого если против объявляю войну потому что 14 12 48 евангелия тьяна себе тоже щеркните 12 глав 48 стих господь говорит я вас не сужу слово которое я говорю она будет судить вас последний день а раз она будет судить вот поэтому мандатом не надо и жить по евангелию ну что все наверно да да спасибо христос вы все вопросы записывайте может у жены будут вопросы а которые будут недруги скажи лещение очень простое приходите в глаза говорите вы грешите рассуждая неправильно осуждая вы грешите у вас нет доступа до бога я могу вполне огневаться и вы вообще молиться перестанете но я только благодарю бога что у меня есть противники значит я что-то значит перед богом если вокруг моей колокольни бегают люди с богом слава христу отвечает слава господу давай поставим я сейчас пойду маленький еще сейчас 15 15 вот бог навел же на меня такого то я чувствую он очень добрый он хороший какие у него слова как он говорит это все надо иметь в виду видишь как он только услышал сразу спаси христос вот что он не услышал он сразу берет для себя это благодатная почва и там уже сеять а сеять что на материалы дал да иди читай евангелие и его будут кое-кто зазирать но ничего это же